В деле воспитания подрастающего поколения особая роль в нашей стране всегда отводилась людям с большой буквы, тем, кто составлял честь и славу Отечества. В Тверской области есть волонтеры, которые готовы, рискуя своей жизнью, встать на защиту мирного населения. Так, три недели в зоне боевых действий в 10 километрах от Мариуполя на Украине провел 22-летний волонтер из Твери. Председатель молодежной палаты при Тверской городской думе Даниил Тропкин в составе добровольческой роты, в которую вошли молодые люди со всей России. О задачах, о трудностях, о радостях этой поездки с молодым человеком побеседовали председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев и председатель общественной палаты Твери Вадим Рыбачук. Волонтерская рота около 50 человек из разных регионов России. Из Тверской области в нее вошел один доброволец, студент ВГУ Даниил Тропкин. Молодой человек рассказал, что с 2014 года следит за ситуацией на Донбассе. И как только был объявлен сбор в конце марта, сразу же засобирался в путь, чтобы помогать. Мы занимались расселением беженцев, оказанием услуг медицинских. Из расселения потом мы помогали им садиться в эти автобусы, ехать на Ростов, на Донецк. И прохождение проверки на нацистскую символику. Именно проверки зачастую занимали много времени, рассказывает молодой человек. Но без них никак, как оказалось. В день проверку могли пройти от 100 до 300 человек. Вот двоих нашли, своими глазами видел себя на колке. Объясняли по-разному, конечно. Кто-то там в тюрьме был два года, три года, и у них это считалось круто. Даниил рассказывает, что сами волонтеры жили в палатках, в поле, в спортсанских условиях. Но это оказалось не самой большой трудностью. Боевые действия. Было, конечно, пару прилетов. Но самое страшное, это болезнь была, потому что люди полтора месяца в подвале были. И у многих иммунитетов болезни появились. Молодой человек также отметил, что жителям Донбасса оказывалась и гуманитарная помощь. Раздавались продукты, предметы гигиены, лекарственные препараты. Вообще добровольцы приезжают на две недели. Но первой группе, куда входил Даниил, задержаться пришлось на три из-за боевых действий. Вернулся он пару недель назад и уже готовится вновь вернуться туда. Неоценимый труд добровольцев отметили и в городской думе. Конечно, это мужественный поступок молодого человека, который поехал именно в ту точку, где сейчас особо необходима помощь населению. И также молодые наши горожане, которые участвуют в волонтерском движении, это делают все искренне. Именно они хотят помочь людям и помогают, и их помощь значимая. Напомню, что Тверская область также активно оказывает помощь жителям Донецка и Луганска. В том числе и тем беженцам, которые уже прибыли в регион. О том, что их сопровождали и поддерживали вплоть до пункта назначения, отмечали в интервью нашему телеканалу сами жители Мариуполя в апреле этого года. И в поезде, и так, на вокзале ребята, как витязи, красавцы такие помогали нам нести. Для жителей Донбасса жители всей России собирают гуманитарные грузы с продовольствием и лекарствами. Также оказывается помощь и уже в городах размещения. Этим занимаются организации «Красный крест» и другие волонтерские организации.